Привет, друзья! Сегодняшнее видео, по моему мнению, должно быть одним из самых важных на канале. Сегодня я не буду рассказывать о механиках, контрпиках, айтемы скиллбилдах, экономике в игре и прочих обычных темах, которые вы привыкли у меня видеть. Тем не менее, название ролика не кликбайт, и навык, о котором сегодня пойдет речь, я действительно считаю самым важным для игры в доту, да и, честно говоря, не только в нее. И этот навык — умение правильно общаться в команде. Токсичность в доте — это уже своеобразная легенда. Дотеры повсеместно считаются чуть ли не самыми злыми и токсичными игроками, и это на самом деле правда. Уверен, 100% моих зрителей сталкиваются в той или иной мере с этой проблемой. Более того, из этих 100%, думаю, процентов 70-80, сами довольно токсичны и лишний раз не прочь пофлеймить свою команду, поныть на то, как же их задолбали плохие тиммейты и прочее в таком духе. Вот сегодня у меня очень важный разговор на эту тему. Я не буду говорить о том, что пригорел-проиграл, нужно быть спокойнее и прочей заезженной истиной, которую вы и так уже уверенно слышали. Я постараюсь объяснить, как именно ваше поведение влияет на ваш рейтинг, в какие моменты стоит за ним следить, и как каждый игрок может внести большой вклад в улучшение дота-комьюнити. Так что обязательно смотрите до конца. Я часто прошу вас поставить лайк под видео и подписаться на канал, но сегодня впервые я забью на лайки, и взамен попрошу вас показать этот ролик вашим друзьям. Так, быть может, у нас получится сделать дотеров чуть менее агрессивными и токсичными. Но перед тем, как мы начнем, небольшая рекламная пауза. Сегодня хочу порекомендовать вам сервис, которым сам пользуюсь просто постоянно. Это FunPay. FunPay это сайт-гарант, который просто связывает продавца услуги и покупателя. О какой услуге речь? Да, вообще о любой, связанной с играми. В доте это продажа аккаунтов, шмоток, обучения, отмысла априорити или порядочности и все что угодно. Помимо доты, тут есть вообще все популярные игры, и очевидно любые услуги, связанные с этими играми. Любой человек здесь может стать как покупателем, так и продавцом. А FunPay просто гарантирует вам безопасность сделки, ведь продавец не получит деньги, пока не выполнит услугу. В общем, как по мне, FunPay это неотъемлемая часть жизни любого геймера. Ссылка на него будет в описании. Давайте начнем. Сегодня мы будем много фантазировать. Представим ситуацию. В ней вы просто наблюдатель. Обычный молчаливый игрок. Началась игра, прошли все пики, и остался только ласпик у вашего керри. Он решил пикнуть антимага. Вашим союзникам это, конечно, не понравилось, ведь по их мнению антимаг грипп, с ним в команде нередко побеждают, против них он также редко побеждает, впадлу играть 40 минут и так далее и тому подобное. Кто-то из союзников даже скажет об этом, мол, нахрена ты это пикнул, дебил? На этом моменте ничего критичного, конечно, не произошло. Но игроку на антимаге стало играть в разы труднее. Он начал думать о том, как бы доказать своим союзникам, что они неправы, ведь по его мнению антимаг здесь хороший герой. Тем более сам он на антимаге играть умеет, по его мнению. Более того, он понимает, что ценность любой его ошибки возрастает. Не дай бог он умрет, на него сразу будет пинговать, вздыхать в микрофон и говорить, ну блин, чего еще ждать от антимага. Все эти факторы давят на игрока, а он в свободное время будет забивать себе голову переживаниями. А нервы и переживания всегда работают как снежный ком. Если вы нервничаете, каждая ваша микро ошибка будет увеличивать ваши нервы, отчего ошибок становится больше. К примеру, этот антимаг не добьет крипа, казалось бы мелочь, и в обычной ситуации он бы не обратил на это внимания. Но в нашей ситуации он подсознательно сразу видит, как этот недобитый крип приводит к низкому фарму с лайна, как у него будет бф на девятнадцатой, и что самое главное, он видит, как его тиммейт начинает его винить. Из-за этого он уже может пропустить еще одного крипа, а потом он сделает неосторожный мув и ему собьет фласку. А потом он не сможет добить лохп противника, а потом увидев, как его саппорт сделал тп к мидеру, он, находясь уже в довольно серьезном тильте, начнет жаловаться, почему его оставили одного на линии. Из-за этого он уйдет раньше времени в лес, потеряет фарм, его в этом лесу еще начнут гонять, и все, снежный ком уже не остановить. Наш антимаг уже не думает о том, как выигрывать, а думает о том, как он будет оправдываться перед тиммейтами, которые непременно будут его флеймить, и о том, как же ему не повезло с этими тиммейтами, и как же он не хочет в это играть. В таком состоянии не ошибаться почти невозможно, а эти ошибки — это лишь начало нашей настоящей цепочки. Увидев, как его антимаг умер пару раз, тот самый союзник, который вначале жаловался на пик антимага, почувствует свой триумф. Он непременно еще раз откроет рот, чтобы сказать, ну чё, найс антимаг. Подавляющее большинство игроков на этом антимаге не сможет просто проигнорировать и пытаться спокойно играть. Подавляющее большинство игроков вступит в ссору с обидчиком, и цель выиграть в игру поменяется на цель унизить своего союзника, и всячески действовать против его воли, лишь бы ему было обидно. К примеру, этот антимаг будет нарочно сидеть до последнего в лесу, и только когда его бараки будут падать, он соизволит сделать ТП. Он не будет делать БКБ, даже если вся команда его просит, лишь бы пойти против обидчика. Умирая, он скорее всего просто так бебекнется, чтобы показать, что ему вообще пофигу на игру, и он выше всего этого. Обидчик же тоже не будет сидеть, сложа руки. Он пойдет и забанит антимагу лес, или просто будет ворвать у него фарм. В конце концов, даже без открытого руина он будет банально хуже играть, ведь его больше всего беспокоит не игра, а конфликт в команде. Но ссоры и споры в команде не самое страшное. Самое страшное, что вся команда подсознательно поделится на два лагеря. Одни также будут настроены против этого антимага, а другие будут настроены против того, кто начал его флеймить. И те, и другие уже не смогут нормально играть, ведь они теперь участники конфликта. Они будут постоянно искать ошибки своего оппонента в споре, чтобы лишний раз его унизить. Более того, свои ошибки они уже перестанут замечать. А какая разница? У меня в команде все равно юзл с антимаг, зачем мне потеть? Так будут думать первые. И у меня в команде снова токсик, который флеймит антимага и портит игру, зачем мне потеть? Так будут думать вторые. И те, и другие уже не будут нормально играть, ведь подсознательно они понимают, что им просто не повезло с командой. И легче забыть об этой игре и начать новую, нежели искать свои ошибки. Вы скажете, окей, но что если есть те, которым пофигу на конфликты? Они просто спокойно играют и ни с кем не спорят. Да, именно эту позицию и занимаете вы во всей этой ситуации. Вы молчаливый наблюдатель, который не пытается кого-либо унизить или поныть. Он просто играет. То, что у вас будет заруинена эта игра из-за антимага и того, кто его флеймил, это лишь малая проблема. Настоящие проблемы начинаются позже, в следующих играх. Представим, что вы закончили ту несчастную игру с антимагом и начали новую. В ней вроде все нормально. И вот в начале игры вы случайно умерли на лайнинге. Бывает, вам никто ничего не сказал. Но, скорее всего, в вашей голове проскочит маленькая мысль. Блин, неужели я буду в этой игре как тот самый антимаг, которого все унижали и у которого ничего не получалось? Этот маленький страх теперь будет преследовать вас постоянно. При каждой ошибке вы будете ассоциировать себя с тем антимагом. Никто не хочет быть на его месте. Все в доте в той или иной мере хотят признания. Хотят, чтобы их хвалили и одобряли их игру. Все боятся быть тем самым антимагом. Вы скажете, да пофигу мне на антимага, я психически устойчивый и не боюсь, когда меня флеймят. Да, возможно. Но теперь представьте, что в процентах 50-60 игр есть тот самый антимаг. Есть конфликт и кто-то плохо играет. А кто-то постоянно на это указывает и флеймит. Находясь в такой атмосфере день, ничего страшного не будет. Неделю терпимо. А что если месяц? Что если годы? Каким бы устойчивым вы бы ни были, рано или поздно вы сломаетесь. Постоянная атмосфера конфликта так или иначе скажется на вас. И вот в обычной игре, которая у вас просто не пошла, и вы например играете 0-5, вы подсознательно знаете, что кто-нибудь сейчас откроет рот и начнет вас флеймить. Вы ждете этого, даже если первый раз играете с этими людьми в команде. Вы слишком привыкли к конфликтам. Ни один человек на вашем месте не будет сидеть и ждать, когда его начнут обвинять. У любого сразу включается самозащита. Не я в этом виноват, не я играю 0-5, а просто мне линию саппорт заруинил и мидер не гонгает. И вообще, почему мне какой-то антимаг в команде? Мне же не нравится этот герой. Вот и все, круг замкнулся. Вы стали тем самым токсиком, который когда-то обвинил своего тиммейта за пик антимага и породил круг ненависти. Вы стали токсиком не потому, что вы злой человек и просто ищите конфликта. Вы стали токсиком, потому что просто боитесь, что кто-нибудь будет вас обвинять. Это просто ваша самозащита. Вы перекидываете вину на кого-то другого, даже не чтобы люди о вас плохо не думали, а скорее для того, чтобы вы в своих же глазах не были тем самым неудачным антимагом. Вот и тот игрок, с которого все началось, зафлеймил пик антимага не потому, что ему не нравится антимаг, а потому что в случае собственных неудач, ему нужно будет как-нибудь оправдываться перед собой. В данном случае я проиграл не потому, что я плохой, а потому что у меня снова антимаг в команде. Так и появилась токсичная комьюнити доты. Постоянные конфликты и унижения порождают страх. Страх к тому, что вас будут унижать. А страх порождает самозащиту, которая часто приводит к конфликтам. Токсичность доходит до того, что люди готовы флеймить друг друга за что угодно, даже без ошибок. Грубо говоря, ну пикнул ваш слизник антимага, и что? У этого героя небольшой овенрейт, конечно, но не ноль же. С ним можно легко выигрывать. Но нет, уже такой мелочи часто хватает, чтобы начинать конфликты. Что со всем этим делать? Очевидно, разорвать круг. Не становиться его очередным звеном. По сути, все эти бесконечные конфликты начались из-за того, что мы постоянно оцениваем друг друга. Постоянно пытаемся найти чужие ошибки. Именно это и порождает страх в людях. Не поражение, а то, что вас будет винить в этом поражении. И то, что вы сами из-за этого будете себя винить. Именно в этом нам и нужно меняться. Нужно прекращать пытаться всех оценивать. Да, это сложно, ведь оценивая других, вы как будто перекидываете вину с себя. Но уверенно, если разобраться, и с этой привычкой можно покончить. А вот как именно, я расскажу о второй части ролика. Я советую завести себе несколько правил, которые никогда нельзя нарушать. Первое и самое важное правило — помнить, что ваша цель — выиграть. В любой ситуации ваша цель — выиграть. И каждое ваше действие должно идти для победы. Грубо говоря, ваш союзник играет 0-5. Вы можете, конечно, включить войс и сказать всем, «Вот у нас долбоеб играет 0-5». Может быть, вам станет легче. Вы для себя станете лучше, чем этот союзник, ведь вы видите его ошибки, правда? Но поможет ли это выиграть? Вряд ли. Тиммейты задезморалятся и будут снова думать, что у них руинер в команде. Игрок 0-5 станет играть еще хуже, ведь он, как и все, боится быть руинером, боится, что его будут флеймить. Более того, он, скорее всего, начнет с вами спорить, оправдываться и искать ваши ошибки. И вы, конечно же, будете отвечать. Из-за этого вы сами станете играть хуже, и конфликт продолжится. В итоге шансы на победу явно сильно упали. Вот от таких действий, которые никак не помогают выиграть, вам и нужно отказываться. Хочется указать союзнику на его ошибку? Вы можете сделать это, но вежливо. Например, так. Слушай, я тебя не флеймлю, просто хочу показать твою ошибку, чтобы ты ее исправил. Именно так. Ведь другая любая формулировка примется за флейм. В доте любое неловкое слово — это намек на агрессию. И от этого первого и самого главного правила все и строится. Вот вам еще пара правил. Никогда не флеймите за пик героя. Как бы не был ужасен герой, на ваш взгляд, флеймить за него бессмысленно. Союзник в любом случае его уже не репикнет, а ваша команда будет играть с ощущением того, что они в проигрышной ситуации из этого героя. Я вам так скажу. До тысяч шести рейтинга любой пик может выиграть любой пик. У вас меньше шести тысяч рейтинга? Отлично. Вообще не смотрите на пик. Любой герой может выиграть. Ну вы, конечно, можете смотреть на пик, чтобы выбрать себе героя. Но не оценивайте героев-союзников. Никогда. Также вы можете советовать союзникам пикнуть того или иного героя до того, когда они уже выбрали героя. После это бессмысленно. Второе правило. Никогда не вступайте в необъективный спор. Необъективный спор — это спор, в котором не будет победителя. Грубо говоря, никогда не пытайтесь доказать кому-то, что он долбоеб. И никогда не оправдывайтесь перед тем, кто называет вас долбоебом. Ни один подобный спор в мире не закончился так, что один признал правоту другого. Мол, ну да, я долбоеб, ты прав. Нет. Люди будут до последнего спорить в подобных темах. Просто доджите спор. Мутите обидчика на 10 минут, пока он не остынет. Но никогда не отвечайте ему. Спор можно поддержать, если он объективный. Грубо говоря, вы спорите, почему в конкретной ситуации нужна там бабочка, а не кераса. Тут можно найти истину. Можете и поспорить, если вам не лень. Но доказывать кому-то, что он плохой или что вы хороший, это абсурд и никогда не увенчается успехом. Никогда. Не верите мне? Вспомните хоть один спор, в котором вы выиграли, и ваш союзник признал, что он плохой или что вы хороший. Да нет, конечно. С вами либо будут ссориться до конца, либо пошлют вас куда подальше. И ни к чему хорошему это не приведет. Третье правило, очень важное. Поддерживайте союзников. Как мы уже поняли, говорить союзнику, что он долбоюб и играет 0-5, это глупость и приводит только к тильту команды. Но это не все. Вам нужно пойти дальше. Поддерживайте союзников. Видите, что тот умирает уже третий раз подряд? Знаете, что скорее всего этот игрок уже тильтует и боится, что сейчас вы будете флеймить. Поддержите его. Скажите ему, что ничего страшного, на других лайнах все хорошо. Вы дадите ему время пофармить, и вы камбэкните. Даже если это будет не совсем правдой, вам нужно его поддержать. Иначе до конца игры будет бесполезным. А что еще хуже, он тильтонет и перестанет играть. Более того, всегда, повторюсь, всегда защищайте своих союзников от токсиков. В вашей команде непременно будут те, кто будет флеймить и ругаться на команду. Вам нужно будет осадить такого игрока. Я обычно говорю так. Ты же понимаешь, что наш 0-5 союзник не станет играть лучше от того, что ты его флеймишь? А ведь от него зависят твои ПТСы. Так что лучше следи за собой и не открывай ни на кого рот. Часто вас пошлют за такие высказывания. Не страшно. Тогда обращайтесь к тому, кого флеймят. Я обычно говорю так. Да замутят этого дурачка, он просто токсик. Играй спокойно, и все будет отлично. Такими словами вы показываете вашему союзнику, что даже при его плохой игре, не все в команде его презирают. И это часто поможет ему не тильтонуть и собраться. Главное, не стойте в стороне. Ставить в стороне, это все равно, что фармить всю игру айф колес. То есть игра от вас не зависит. Тут то же самое. Не будете вмешиваться, будете рандомно лузать из-за того, что в вашей команде токсики друг друга флеймят. Будете вмешиваться, будете выигрывать как минимум одну лишнюю игру из десяти. Просто за счет того, что вы не дали команде поссориться. Правило четвертое. All Mood. Многие опытные игроки советуют вообще кинуть всех в муд и играть в одиночку. Я считаю это полной глупостью. Дота командная игра. И вы выигрываете очень много просто за счет коммуникации. Чуть ли не 15-20% игр. Это огромные цифры. All Mood нельзя. Ну точнее можно, но не всегда. Если кто-нибудь токсичный союзника, замутьте его, если не получается успокоить. И попросите команду его не слушать. Если же токсичит на вас, и вы тот самый 0-5 игрок, то да, кинуть All Mood нужно. Это хорошее решение. Иначе вас будет только тильтить еще больше, и вряд ли найдется большой процент игроков, которые будут вас поддерживать. Поэтому замутили всех, собрались, постарались камбэкнуть на родомных киллах и фарме, и после, через минут 15, если у вас все хорошо, размутили всех. Это работает. Лично я так делаю постоянно. Но никогда не мутьте всех с нулевой. Это минус рейтинг для вас, поверьте. Ну и да, мутьте противников всегда. То, что они говорят, еще никому не помогало. Зато, напротив, многие из-за этого тильтуют. И, пожалуй, последнее на сегодня, пятое правило. Никогда не пытайтесь найти виноватого в конце игры. Это уже как традиция. У вас падают бараки, а вся команда ищет виноватого. Вот мидер виноват, то, что не гангал, или там саппорт варды не ставил, керни нафармил, и так далее, и тому подобное. Я понимаю, что очень хочется искать виноватого, ведь так вы перед собой оправдываетесь. Не вы проиграли эту игру, а ваши союзники. Вам просто не повезло с командой. Да, возможно, это так. Но такая позиция не приводит ни к чему хорошему. Сейчас объясню. Разборки в конце игры на игру, конечно же, не влияют. У вас все равно упадет трон. Но вы заставите ваших союзников лишний раз тильтовать, отчего они продолжат тот самый круг ненависти, и просто будут срываться на других игроков в других играх, порождая больше токсичности. Но есть более важная вещь. Заведя себе привычку искать виноватых, вы перестаете совершенствоваться. Вам будет намного труднее замечать свои ошибки, когда большую часть сил вы тратите на поиск ошибок союзников. Да, может быть, у вас действительно ужасная команда, и вы подыграли только из-за нее. Но что вам-то с этого? Вы стали лучше играть? Нет. Вы чему-то научились, и выиграли из этого игры в будущем? Нет. А вот если вы научитесь искать ошибки даже там, где их нет, то ничего плохого вам с этого точно не будет. Обязательно найдутся такие моменты, которые вы бы ни за что не заметили, обвиняя очередной раз союзников. И как следствие, вы станете играть чуть лучше, и получите больше рейтинга в будущем. Так что, казалось бы, безобидные разборки в конце игры, на самом деле, нифига не безобидные. Они сильно бьют по токсичности комьюнити, и по вашему навыку искать ошибки. В заключение, я хотел бы сказать вам самую важную мысль. Никогда не забывайте, зачем вы зашли в игру. Вы зашли, чтобы выиграть. Ведь это приносит вам наивысшее удовольствие. Не очередная ссора, не союзник, которого вы загнобили, а именно победа. Осознайте, что нет специальных руинеров, и нет супертоксичных злодеев, которым лишь бы кого-то зафлеймить. Нет. Каждый игрок в глубине души просто хочет хорошо провести время в игре, и получить свою долю признания. И каждый токсик — это лишь игрок, который слишком боится быть руинером в своих глазах и глазах союзников. Пойдите ему навстречу, вместо того, чтобы лишний раз поныть, какая же дота токсичная, и какие все руинеры. Помогите ему, и токсичности станет меньше. Разорвите круг ненависти. Распространите этот ролик по своим друзьям, и, возможно, мы вместе хоть как-то уменьшим токсичность доти. Я действительно в это верю. Уверен, вряд ли кому-то приятно играть в этой атмосфере. А на сегодня у меня все. Большое спасибо за просмотр, и удачи. Редактор субтитров А.Семкин